Достижение долгожданного соглашения в отношении потолка госдолга США дарит фондовой Америке оптимизм. При этом реакция рынка приглушена, так как в Соединенных Штатах сегодня выходной в честь дня поминовения и биржи закрыты. В любом случае, можно если не выдохнуть, то перевести дыхание и переоценить риски. Впереди нас ждет горячая неделя с новой датой X и множеством данных о рынке труда в США. Аналитики группы компаний ИнстаФорекс собрали для вас главные новости к этому часу – это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Вместе с тем, как страх дефолтов США отступил, ключевые индексы фондовой Америки воспряли. NASDAQ и S&P закрылись на самых высоких уровнях с августа 2022 года, а Dow смог прервать затянувшуюся полосу неудач. В результате к звонку о закрытии бирж промышленный Dow Jones вырос на 1%, технологичный NASDAQ прибавил внушительные 2,19%, а эталон S&P 500 поднялся на 1,3% и завершил сессию на отметке 4205 пунктов. В связи с выходными на биржах США и Великобритании торговля фьючерсами была приглушена, при этом индексы сохраняли мажорную динамику и прибавляли с шагом от 0,1% до 0,3%. Что касается прогнозного диапазона движения котировки для S&P 500, то он очерчен в границах 4200 и 4240 пунктов. Несмотря на то, что с состоянием на пятницу политики так и не пришли к сделке, признаки успешности переговоров помогли фондовым индексам США продемонстрировать внушительный рост. Оптимизм в отношении госдолга перевесил данные по потребительским расходам в США, которые показали, что инфляция ускорилась, но еще большее влияние оказал рост акций, связанных с искусственным интеллектом. Индекс Филадельфия «Семикондактор» подскочил на 6,3%, доведя рост за последние две сессии до более чем 13%. Акции Nvidia выросли на 2,5% после роста на 24% в четверг, подняв рыночную стоимость компании примерно до 960 миллиардов долларов. Акции Marvel Technology подскочили на 32% после того, как производитель микросхем заявил, что удвоит свой годовой доход. Кроме того, в корпоративном сегменте акции Paramount Global выросли на 5,9% после получения инвестиций в размере 125 миллионов долларов. Из 11 отраслевых секторов S&P 500, 8 выросли во главе с информационными технологиями. За неделю S&P 500 вырос на 0,3%, Dow упал на 1%, а Nasdaq подскочил на 2,5%. Новую неделю рынок начинает с заметным облегчением после того, как предварительная сделка по повышению потолка госдолга США была достигнута. Соглашение по снятию лимита долга в размере 31,4 триллиона миллиардов долларов было достигнуто поздно вечером в субботу. Сделка приостанавливает действия потолка долга до апреля 2025 года в обмен на ограничение расходов и сокращение государственных программ. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу установила крайний срок для повышения лимита федерального долга, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 5 июня. Так что, несмотря на оптимизм, у рынка есть новая дата и еще есть запас тревожности. Хотя соглашение Белого дома о потолке долга является отличной новостью у правительства Соединенных Штатов, все еще есть проблема с денежными потоками. И время имеет решающее значение. Инвесторы также готовятся к потенциальной волатильности государственных облигаций США, поскольку ожидается, что казначейство быстро пополнит свою пустую казну выпуском облигаций, как только потолок долга будет повышен. Снижение ликвидности и волатильность процентных ставок будет расти. И это приведет к тому, что банки и акции роста, не связанные с искусственным интеллектом, будут отставать. Среди секторов рынка, которые могут выиграть от сделки, акции оборонных и энергетических компаний, которые отстали во время переговоров. Но еще остается ряд «но». После эйфории от достижения соглашения предстоит понять, как сокращение расходов может повлиять на конкретные сектора, а также на экономику США в целом. Кроме того, довольно жесткое и длительное политическое противостояние в Вашингтоне может побудить рейтинговое агентство понизить и рейтинг США. Так, рейтинговое агентство Fitch поздно вечером в среду поставило кредитный рейтинг США под наблюдение на предмет возможного понижения. В то время как DBRS Morningstar в четверг поместила кредитные рейтинги США на пересмотр с негативными последствиями. Напомним, что S&P Global лишила США их высшего рейтинга тройное «Эй» из-за вскрытия потолка долга в 2011 году, через несколько дней после достигнутого в последнюю минуту соглашения. Понижение рейтинга способствовало падению акций США, в результате которого S&P 500 потерял около 17% в период с конца июля по середину августа 2011 года. Кроме того, не стоит забывать, что неделя пройдет под эгидой большого пула данных по занятости в США. Учитывая, что перспектива дефолта отошла на второй план, на первый снова может вернуться Федрезерв. Данные на прошлой неделе показали, заявки на пособие по безработице снижаются, доходы физлиц растут, рынок труда силен, а инфляционное давление снова растет. На этом фоне свежий пул данных по рынку труда будет иметь крайне важное значение. Ожидается, что количество рабочих мест в несетскохозяйственном секторе в мае месяце вырастет на 180 тысяч человек. Рост заработной платы слегка замедлится, а уровень безработицы вырастет. Любой сюрприз, как это было в апреле, может омрачить настроение рынка. Отчет о занятости станет одним из последних перед июньским заседанием ФРС, на котором центральный банк должен принять решение по ключевой ставке. И если еще до выхода данных по инфляции в пятницу рынки были больше уверены в паузе, то состоянием на начало недели трейдеры дают повышению на 25 базисных пунктов 60% вероятности. На валютном рынке открытие недели также было довольно вялым. День индекса доллара начал, откатившись от 6-месячных максимумов. Но недалеко USDX стабилизировался у значения в 104,2 пункта и даже перешагнул в зеленую зону, прибавив 0,01%. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он очерчен в границах 104,104,5 пункта. Соглашение о потолке госдолга США подняло склонность к риску на финансовых рынках и охладило привлекательность доллара как убежище. При этом не стоит забывать, что тучи дефолта рассеялись не до конца, и для полной ясности соглашение еще должен одобрить Конгресс. Наличие новой даты X 5 июня по-прежнему является фактором риска. Довольно смешанная ситуация привела к тому, что индекс доллара смог сохранить позитивную динамику последних недель. Доллар откатился, но не глубоко и фактически оставался стабильным, даже когда было объявлено о соглашении. Отчасти это связано с тем, что точка в ситуации с потолком госдолга еще не поставлена. Отчасти американская валюта получает поддержку от возросших ожиданий июньского повышения процентной ставки в США. Также рынки засредоточены на крупной эмиссии, которую казначейство США проведет после подписания соглашения, что может поддержать доллар в краткосрочной перспективе. Что касается CAD, то актив внутри дня на ослабление долларового давления смог немного восстановиться, но динамика была слабой. Пара USDCAD снизилась на 0,06% и торговалась вблизи значения 1,3600. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки очерчен в границах 1,3570 – 1,3630. Министерство финансов Канады сообщило о том, что дефицит бюджета Канады в 2022-2023 к финансовому году сократилось до 30,890 млн долларов, поскольку восстановление экономики после пандемии стимулировало налоговые поступления, а расходы на меры поддержки сократились. Доходы выросли на 8,6% в период с апреля 2022 по март 2023 года, отражая широкомасштабное улучшение потоков доходов из-за экономического роста и ослабления экономического воздействия пандемии. Данные о ВВП Канады выйдут позже на этой неделе и ожидается, что экономические показатели продемонстрируют рост. Сегодня же Луни смог немного восстановиться на раннем росте нефтяных котировок, связанных с достижением сделки по потолку госдолга США, которая подтолкнула в рост рисковые активы. При этом неопределенность в отношении будущего черного золота сохраняется, как и интрига вокруг заседания ОПЕК+. Неясность в отношении сокращения объемов добычи привела к снижению котировок позже на открытии недели, и фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,7%, до 76,37 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки WTI торговалась по 72,18 доллара или на 0,7% ниже. Ожидается, что торговля в понедельник будет сдержанной из-за выходных в Великобритании и США. Что касается криптовалютного рынка, то ООН новость о сделке по потолку госдолга воспринял внушительным ростом на 3% выходные. В понедельник рынок был сдержанным, но монета номер один смогла сохранить мажорную динамику. Биткоин прибавлял порядка 1% и стабилизировался вблизи и высоты в 27800, откатившись от значения в 28200, достигнутого ранее. Топовые альткоины в рамках внутридневных торгов были разнонаправленными. Эфир и лайткоин прибавляли 2,4% и 1,9%, остальные лидеры рынка теряли от 0,3% до 1,9% в весе. После роста выходные в понедельник часть активов откатилась, а внимание инвесторов было приковано к эфиру. Кошелек, восходящий к первичному предложению монет эфир в 2015 году, привлек внимание криптосообщества после того, как он внезапно переместил значительную сумму средств. Кошелек, который был полностью неактивен после ICO, в субботу перевел все свои 8000 эфиров на другой вновь созданный адрес, как показывают данные сети EtherScan. В общей сложности перевод стоил около $15,2 млн по сегодняшнему обменному курсу. Кроме того, недавние данные CoinGraph показали, что эфир обработал транзакций на $3,010,000,000 в отличие от Visa, что свидетельствует о массовом внедрении технологии. Эфир является второй по величине сетью, ее текущая рыночная капитализация согласно CoinGacker составляет $227,8 млрд по сравнению с $538,960 млн у Биткоина, который занял первое место, и $82,8 млрд у Tether, который занял третье место. Что касается торговых перспектив и прогноза на сессию для монеты номер один, то биткоин смог впервые с 10 мая снова преодолеть высоту в $28,000, но пока не смог на ней удержаться. Актив испытывает трудности в преодолении сопротивления на высоте в $28,300. Если биткоин не сможет приступить этот порог, то откатится к значению в $27,650. С другой стороны, если биткоин успешно прорвется и установится выше $28,300, это может привести к росту актива до $29,000. Это был взгляд на биржевой день от аналитиков группы компании Инстафорекс. Наша команда желает вам удачных сделок и роста прибыли. Торгуйте в удовольствии с Инстафорекс и до новых встреч на канале. Увидимся завтра.